Привет, мои дорогие друзья! Я абсолютно уверен, что встречу Путина с родственниками призванных, воюющих или погибших смотрели не только на территорию Украины, но и далеко за ее пределами. Ну, вернее, не только на территории России. Эта встреча родила ряд конспирологических версий. Ну, во-первых, организации... Вообще, я не хочу даже этого касаться, я хочу на другом, да? Но она родила ряд конспирологических версий, связанных, во-первых, с традиционными уже косяками российского телевидения, что там вот у Путина что-то не так с шеей и так далее. Наверное, его нету. Это зеленая студия, Путин на самом деле нет. Я думаю, Путин есть. Но у меня другой возник вопрос. То есть, родилось множество всяких... Рассказали о том, что там ряд женщин на самом деле имели отношение к власти. Какие-то там главы администрации и так далее. Но я все-таки думаю, надеюсь, что это были как модераторы этой встречи. Что их не пытались выдать все-таки там за кого-то. Хотя я не знаю. Рассказывали о том, что женщина, которая вот пожилая рассказала про рубать укропов, что ее сын погиб еще в 19-м году. Но это была официальная информация на самом деле. Ее никто не скрывал. Да, подбор вот такой вот. Но меня заинтересовало другое. Кто информирует Путина о происходящем? Мне просто стало интересно. Кто эти люди, которые доносят до первого лица государства, ведущего войну информацию? Я слышал, что там есть несколько буквально человек. Информация там преломляется через других. Вот через несколько человек заходят. Я так понимаю, что никто из этих людей не хочет становиться гонцом, которому могут снять башню. Когда Путин делает ряд заявлений относительно расстрелов перед строем, к примеру. Ну и ряд других заявлений. А после этого, допустим, мать одного из воюющих говорит, что у них не хватает вообще ничего. Ну и когда они говорят, когда происходят эти ситуации с оставлением. То есть, когда происходит перегруппировка, бросают, получается, обмундирование. И им говорит командование закупать. И Путин сказал, что да, мы сейчас с этим разбираемся и все. Вот мне интересно, кто информирует Путина? Кто-то же доносит эту информацию? И этот кто-то живет ли на планете Земля? То есть, смотрите, все мы живем на планете Земля. На ней происходят регулярные исходы из городов. На ней происходят регулярные на фронте у Российской Федерации. При этом, у меня создается впечатление, что Путин все-таки не вполне информирован об этой ситуации. Как он был не вполне информирован 24 февраля. Надо ли было вообще это делать? Не так давно я опубликовал фотографию. На фотографии фигурирует жена пресс-секретаря Путина, Пескова. Вот в российском антикварном салоне, я должен заметить, что на девушке очень симпатично выглядящей. Хорошо для своих лет, отлично, вообще идеально, конечно. Девушке, ну это жена Пескова, на ней нет ничего русского вообще. То есть, на ней бренды, которые, я же говорю, за какой-то запредельной стоимостью для некоторых россиян. Но суть не в этом. У нее есть деньги, допустим, она может себе позволить. Но пресс-секретаря жена, пресс-секретаря Путина. И я объяснил по поводу Диора, который на ней. И ряд комментаторов, я почитал и в частном канале. Я надеюсь, что эти люди, ну как бы это специальные люди. Я очень надеюсь, что это необычные люди. Они не поняли вообще. Не поняли, хотя я разжевал. Давайте попытаюсь объяснить, что происходит. Смотрите. Ряд марок, которые являются лакшери марки, ушли из Российской Федерации. И закрыли бутики в России. Сделали они это в начале марта. То есть моментально начинается война. Они уходят и говорят, все пока. Мы не желаем обслуживать россиян. Причем я должен заметить, что российский рынок давал им огромное количество денег. Россиянки на самом деле покупали много этого. Ну и покупают, находясь за границей. Но тут возникает у них большая проблема. Вот, они временно закроют все свои 124 магазина в России и так далее. Но за границей возникла проблема. Потому что, к примеру, Шанель отказались продавать вещи жителям России. Я когда услышал об этом, я подумал, что это вброс. Потому что информация появилась в украинских СМИ. Потом подхватила и российская пресса. И показали людей, которым реально отказываются. После этого я, находясь в Барселоне со своей супругой, проверили эту информацию. И оказалась информация правдивой. Абсолютно унизительно. Когда приходят русские, им отказывают в приобретении этих вещей. Когда начали спрашивать, что спрашивают документы. Конечно спрашивают документы. Потому что зачастую люди хотят получить такс-фри. К примеру, минимально. Ну а максимально в Европе есть вопросы. Когда ты покупаешь вещь дороже 2000-3000 евро, к примеру. Во многих странах есть вопросы. Итак, Шанель отказалась. Шанель пояснили, что они ввели эти ограничения для всех россиян из-за санкций. Работают над улучшением. Потом в Диор, в том самом Диор, отказались продавать товар российской блогерши. А потом оказалось, что это не единичный случай. А массово, унизительно начали отказывать чисто из-за национальности. В бутиках этой компании, в которую входят все эти бренды, пояснили, что да, да. Диор начали обвинять в русофобии. На следующий день российский офис Шанель выступил с официальным заявлением, объяснив, что подпись подобного документа необходимость связанная с пакетом санкций. То есть им надо подписывать теперь русским. Специальный документ, в котором они должны указывать, что они не будут эту вещь вывозить и носить в Российской Федерации. Это унизительно. Это прямое. Им не хватает, знаете, желтых звезд вешать еще. Когда я услышал об этом, не являясь русским, не являясь россиянином, я прогуливаясь по европейскому городу, об этом услышал. Я сказал, что ноги моей больше не будет в магазине Луи Виттон. Потому что они такое исполняют. И ноги моей после этого там не было. Не являясь россиянином, я понял, насколько это унизительно. И насколько это абсолютно мерзко и гнусно записывать целый народ в какие-то там в ущербные. И отказываться просто по принципу национальности продавать. В это же самое время я наблюдаю в Госдуме, ну идут постоянно трансляции в российской телевидении. И я знаю, что это за бренд. Если не знаю, я спрашиваю у жены, что это за сумка, к примеру и так далее. Я должен заметить, что многие россиянки, вот обычные россиянки, они сказали, да пошли вы нахрен, все, я шенель не ношу. При этом российский политикум тотально как елка долбаная, увешанный полностью марками брендов, которые когда видят русских, берут, фу, и харкают им смачно в лицо. А потом еще вот так вот растирают. Это же какого уровня должна быть оторванность от реальности для того, чтобы не понимать, что они делают. Но смотрите, это то же самое, если бы, к примеру, жена Зеленского вышла в кокошники. Но тут есть один нюанс, это не то же самое. Потому что производители русских кокошников не плюют в лицо украинцам и не говорят, валите, мы вас не будем обслуживать. Когда я себе представляю, что было бы с производителями, которые отказываются обслуживать украинцев просто из-за того, что они украинцы, я прекрасно знаю, что с ними было бы. Трындец. Потому что первое, под их магазинами, не переставая, постоянно были бы кричалки и стояли бы с плакатами, и в итоге прогнули бы их. И можно к этому по-разному относиться, но это факт. Здесь же, когда первые лица государства козыряют своими, блин, Луи Виттонами, Диорами и так далее, Шанелями, перед кем козыряют? Перед супер богатым населением или перед кем? Это вызывает настолько недоумение, что я вообще этого понять не могу. И опять-таки мы возвращаемся к адекватности тех людей, которые доносят информацию до Путина. Мне попадается на глаза одно заседание. Почему оно мне попалось на глаза? Потому что мне начали писать молодежь, ну реальные молодые ребята, которые свалили из Херсона, ну и начали писать со своими проблемами. Я начал интересоваться. А есть ли какие-то, кто-то может решает их проблемы? Я попадаю на мероприятие, которое произошло вчера. Называется оно «Круглый стол. Социальная поддержка. Интеграция молодежи. Новых территорий РФ в экосистему молодежной политики». Взгляните на эту молодежь. Вот они точно о молодежи все понимают. Потом я смотрю на другие фотографии с этого же заведения. И я понимаю, что этим людям не то что до молодежи. Да им вообще плевать на все. Они сядут в свои комфортабельные автомобили и отправятся в свои дворцы. Они не поймут ничего, что происходит на том же фронте. Не поймут того, что понимают там, я не знаю, вейнкоры на местах. Что понимают те же люди с Донбасса на местах. Они этого не поймут, пока у них червона колына не зазвучит под окном их комфортабельного дома. Эти люди собираются на вот эти все сэшены с одной целью распилить бабла. Регулярно выделяется бабло из бюджета Российской Федерации на проведение многих вот таких сэшенов. На проведение огромного количества круглых столов. Какой-то херни. Выделяются какие-то проекты и все это. Я думаю процентов на 95. Воруется нахрен. А для того, чтобы картинка не портилась, потому что всем выгодно, чтобы картинка оставалась хорошей. Ну какая разница, ну завтра придут там куда-то в Белгород. Как-то это отмахаемся, объясним. Послезавтра придут куда-то в Крым. Ну блин, ну что-то с этим сделаем. Но это же будет послезавтра. А сейчас и здесь можно опять украсть. Эти люди никогда не будут портить картинку. И эти люди собирают информацию, она потом трансформируется и ее доносят до Путина. Я не говорю о том, что царь хороший, бояре плохие. Нет. Он обязан был выстроить такую систему информирования, при которой ему информацию не надо было бы собирать регулярно блогеров из телеграма, чтобы они ему рассказывали правду. А ВИ поднимите мне веки. Нет, это его ответственность. Я думаю, что там пара людей, которые могут рассказать плюс-минус адекват того, что по критике, да, это там Кадыров, наверное, Пригожин, наверное, еще кто-то, да. Но на самом деле, я думаю, что человек помещен в теплую ванну, из нее пора уже выпрыгивать. Ну мне такое ощущение есть, да. Вот. Это все, что я хотел сказать. А скоро, вы знаете, чем больше вот таких хейтеров приходят свидетелей святой и непогрешимой российской власти, которая, конечно же, выигрывает и очень умная, меня тем больше бензо, бензина больше, больше дальше еду. И поэтому, я думаю, следующее видео, не пропустите, не переключайтесь, будет посвящено тоже там любителям сумок, от которых напрямую зависит то, что происходит в вооруженных силах Российской Федерации. Я думаю, будет интересно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok